Здравствуйте! В эфире телеканал Автоплюс, программа своими глазами новинки Женевского моторшоу 2012 года. И эту программу мы посвятим страшной теме, теме наступления клонов. Увы, но времена уникальных кузовов, работы именитых карусьере, похоже, проходят навсегда, так же, как и времена автомобильной архитектуры. Сегодня машина, пусть даже и не дешевая, это товар широкого потребления, ширпотреб, короче говоря, который чем больше покупают, тем лучше. Современные авто, не как девушки-стендистки, стоящие с ними в обнимку. Вроде все на лицо разные, все симпатичные, статные, а так пройдешь мимо, через пять минут лица не вспомнишь. Есть ап грузовой, есть ап, словно подготовленный для сахарских экстремальных экспедиций с верхним светом и с настоящим туристическим багажником. Есть даже специальный зимний вариант апа с фирменными аксессуарами, но мало единоутробных. Началось нашествие клонов. Seat Mi и Skoda City Go отличаются только решетками радиатора и эмблемами от Volkswagen Up. Здесь точно такие же литровые моторы мощностью 60 и 75 сил. Так же, как и у Апа, у Mi и у City Go возможны пятидверные и трехдверные варианты. Впрочем, возможен еще один нелегальный клон из Поднебесной. Китайские товарищи уже работают над этим, и он наверняка будет существенно дешевле. Собственно, вопрос только в том, на каком рынке какая машина будет продаваться. Скорее всего, в России будет именно Skoda. Машина дебютирует на московском автосалоне в конце лета, в начале осени 2012 года. Правда, остается пока открытым вопрос цены. Skoda у нас любят. Вместе с тем, мало кто задумывается, как тяжело приходится маркетологам чешского бренда. Во-первых, конкуренция. А во-вторых, нужно еще и соблюдать внутрикорпоративную этику. Как сделать практически одинаковые автомобили разными по цене? Ответ прост. Играть логотипами и опциями. Я думаю, машинка получилась для своего класса вполне милой. Она довольно пропорциональная. У нее внутри довольно много места для пассажиров, немаленький багажник. При этом снаружи машинка очень компактная. Мы, кстати, добавили кое-какие опции, направленные на повышение безопасности водителей и пассажиров. И надеемся, что в России эта машинка приживется. Тем более, что для вашего рынка мы подготовили некоторые изменения в конструкции. CityGo дебютирует сразу в трех и в пятидверной вариации. Собственно, так же, как и Up и аналогичный Seat Mi. Но если Up – это премьера франкфуртского салона 2011 года, то пятидверный Up – это уже подарок весны 2012. Пятидверная версия всех трех автомобильчиков дороже аналогичной трехдверной. Аж на 300 евро. Это, в общем-то, логично. Лишние детали, лишняя работа. Но был в Женебе еще один Up – вообще без дверей. Это работа итальянского ателье «Итал Дизайн», которая, видимо, останется в единственном экземпляре. Концепт, призванный привлечь внимание к серийному продукту. Впрочем, любому концепту, даже самому смелому, путь на конвейер не заказан. Важно почувствовать спрос публики. Кстати, у «Фольксвагена», да и у «Мини» у главного конкурента уже была в свое время похожая машинка в далеких 60-х. Она была рассчитана на любителей пляжного отдыха и свежего воздуха. Кстати, на них на последних рассчитан и моторчик, работающий на природном газе. В России же будут поставляться только бензиновые агрегаты объемом 1 литр, но разной мощности – 60 и 75 лошадиных сил. А вот и третий малыш из Ларца – это тот самый, упоминавшийся нами уже, «Сеат Мии». Глядя на экспозицию «Сеата», вообще возникает ощущение, что «Фольксвагеновские» маркетологи решили оставить самобытности в испанской марке ровно на уровне бэджей. Ну и единственные модели, о которой чуть позже. Да, бэджин-жинг – великая вещь. С его помощью можно уже хорошо знакомую, поездившую, давно продающуюся машину превратить в прототип, в перспективный образец. Вот это случилось с «Сеатом Толедо», который пока называется «Хинебра» – «Женева» по-испански. В основе машины, хорошо проверенная в боях на многих рынках, платформа от «Фольксвагена Пола». А вот кузов и салон… Смотрю я в багажник хэтчбека «Сеат Хинебра». Заглядываю в салон и понимаю, что я вижу отнюдь не прототип. Я вижу вполне серийный автомобиль. Серийный автомобиль, в котором все до боли знакомо. С какой помпой рассказывали немцы, владеющие испанской маркой, о новинке? Какая она вместительная? Как хороши материалы? Как она напичкана современными технологиями? Всякими фишками вместе с тем, насколько она доступна покупателю? А что б ей не быть такой, если это… «Шкода Октавия». Бэтш-инжиниринг торжествует. Не так давно под брендом «Сеат» выпускалась уже снятая с производства «Ауди А4». Теперь вот «Шкодовская» модель. А что действительно? Зачем придумывать велосипед? Зачем придумывать хорошую вещь, если она уже существует? Достаточно просто прицепить на капот ту эмблему, которая милее данному конкретному покупателю. У еще одной премьеры «Ибицы» хотя бы оригинальный кузов, наследовавший фамильные «Сеатовские черты» с характерными двумя наклонными линиями на боковинах. А внутри уже хорошо зарекомендовавшее себя железо от «Фольксвагена Пола» из «Шкоды Фабии». Кстати, «Фольксваген» планирует второе пришествие в Россию. Теперь уже не генеральным импортером, а полноценным представительством. В свое время самым популярным «Сеатом» в России, если тут вообще можно говорить о популярности, была именно «Ибица». Так что и сейчас испанцы будут делать на нее ставку. Агрессивная машинка по разумной цене и с приличной гаммой моторов. Вот три козыря. В Европе за «Ибицу» в базе с моторчиком 1,2 литра будут просить 11 200 евро. Вряд ли к нам попадет 143-сильный турбодизель, а вот бензиновый мотор мощностью в 150 лошадей будет представлен обязательно. В догонку к базовой АБС будут предлагаться опционные системы электронной стабилизации и системы аварийного экстренного автоматического торможения. Наверняка многие молодые горячие головы назовут это предложением для чайников. Да вот вам для настоящих мачо. Электронная блокировка дифференциала. Еще одна новинка от «Фольксваген». Она рассчитана на тех, кто любит иметь запас лошадиных сил под педалью газа, но не любит оставлять за это денежку на бензоколонках. Кто сказал, что спорт и эконом-технологии не могут сегодня идти рукообраку? Сядь хотя бы постоянной победы «Ауди» в Ле-Мане. В гонке, где каждая лишняя заправка может откинуть тебя на несколько позиций назад. Конечно, в гонке пилот пытается максимум использовать возможности двигателя. Что касается обычной городской езды, куда девать лишние лошадки при ограниченной скорости в 50 км в час? Плетешься еле-еле, отключаются пара цилиндров. Полоскал педаль газа большим пальцем правой ноги. Все вернулось на круги своя. Процесс занимает 13 тысячных секунды. Когда появился первый плод сотрудничества Ситроэна и Митсубиси в виде автомобиля Си-Кроссер, то бишь прилицованного Аутлендера, честно говоря, вся эта история была шита белыми нитками. Аутлендер, он и есть Аутлендер Митсубиси, он и есть Митсубиси, хоть на него клей двойной шеврон. Но сейчас мы видим совсем другую историю. В принципе, это Митсубиси АСХ. Вы его узнаете? Я, например, нет. Мне кажется, что дизайнеры Ситроэна поработали очень хорошо для того, чтобы действительно представить, в общем-то, уже раскрученную на рынке машину, как действительно мировую премьеру и как самобытную мировую премьеру. Но что касается начинки, то, увы, ничего нового. Посмотрите в технические характеристики Митсубиси АСХ, и, в общем-то, вы поймете, что из себя представляет Aircross. Но, возможно, кто-то принципиально не ездит на японцах. Возможно, кому-то не нравится откровенно молодежный имидж АСХ. Так что, заметим, автомобиль может быть как переднеприводным, так и полноприводным. Впереди классический Макферсон, сзади положительно влияющая на управляемость многорычажка. Моторов будет четыре. Два дизельных и два бензиновых, самый мощный из которых выдает 195 сил. Именно к нему в качестве коробки предлагается опциональный вариатор. Но если поставить рядом Aircross и АСХ, будет заметно, что француз длиннее. И это не случайно. Дабы предоставить задним пассажирам больше комфорта, базу немножко вытянули. А вот тот же Митсубиси АСХ, только уже на манер Пежо. Мадык-3008. Передисованная на свой лад тоже железо. Какой в этом смысл? На первый взгляд, компания плодит себе внутренних конкурентов. Однако и во Франции, и на других европейских рынках, да и в России тоже. Клиенты у Пежо и у Ситроена все-таки разные. Пежо выбирают люди более практичные, а вот Ситроен – это удел эстетствующих индивидуумов. Впрочем, есть одна очень серьезная разница в технологиях полного привода. Если на Ситроене полностью скопирована схема Митсубиси, то Пежо 4008 будет иметь полный привод только в гибридной версии. Заднюю ось будет вращать электродвигатель. Станут ли такие машины продавать в России – пока вопрос. Митсубиси Аутлендер в новом прочтении. Следующая версия – следующее издание. Еще более дополненное. Теперь у него есть система, которая позволяет считывать разметку. У него есть ксенон, у него есть приличная мультимедиа, у него есть три ряда сидений, то есть в багажнике есть еще дополнительные сидушки. В 2013 году появится и гибридная версия, причем с двумя электродвигателями, которая будет приводить в движение и переднюю, и заднюю оси. И эта машина может быть и просто электромобилем на 50 километров. Ровно настолько обеспечена автономия движения только на одних батареях без двигателя утреннего сгорания. Он стал еще представительнее. В нем появился даже некий легкий пафос. А вот легкость, присущая самому первому Аутлендеру, исчезла. И я не могу себе представить вот здесь, под капотом, мотор от Ланцера Эволюшн. А ведь версия с таким мотором была на том самом Аутлендере, с которого все начиналось. Впрочем, видимо, я в меньшинстве. Народу нравится именно такой забуревший Аутлендер. Особенно нашему народу. Возможно, поэтому продажи автомобиля стартуют именно в России. Кстати, клонов автомобиля под брендами Peugeot и Citroёn не предвидится. И Аутлендер будет выступать на рынке в гордом одиночестве. Что добавляет ему еще один плюсик. А следующая программа наверняка понравится тем, кто хочет стать с электричеством на ты. И пусть пока эти технологии страшно далеки от российского народа. Но, коль уж утверждают, что именно за ними будущее, причем безальтернативное, рано или поздно они придут к нам. КОНЕЦ